здравствуйте дорогие друзья с вами программа доктор плюс я и ведущий владимир яровой сегодня у нас в гостях терапевт врач общего профиля канан масимов и мы будем обсуждать достаточно скажем тему которая касается достаточно большого количества взрослых людей это гипертоническая болезнь вот попросим доктора чтобы он нам хотя бы немножечко приоткрыл тайну этого заболевания здравствуйте верно наиболее актуально и распространенная тема среди заболеваний сердечно-сосудистой системы в россии отводится именно гипертонической болезни гипертоническая болезнь в народе именуемое как высокое давление да соответственно пациенты жалуются на что в первую очередь это как клинический симптом артериальную гипертензию то есть повышение уровня артериального давления не будет она проявляться у нас соответственно увеличенными цифрами от реального давления Ну, а клинический, в чем это будет выражено? В общем, если прибегнуть к терминологии, гипертоническая болезнь представляет собой что? Верно. Увеличение каскада и нагрузки на общую сосудистую систему, то есть на частоту сердечных сокращений, на частоту ударов сердечной деятельности. И, соответственно, проявляется тем, что у ряда пациентов первое – это стойкое повышение уровня давления в течение дня, либо же это нерегулируемый уровень артериального давления. То есть, когда в течение дня отмечаются периоды нормы, когда в пределах нормы… Ну, как правило, нужно сказать, что есть все-таки ритм повышения давления. То есть, когда мы спим, давление у нас немного ниже, чем обычно. Мы встаем, тоже невысокое давление. Потом, когда мы начинаем работать, больше динамических этих самых движений, то есть, если работа еще физическая, то, естественно, давление повышается. Да, в состоянии покоя все-таки задействовано менее ресурсов, нежели чем в состоянии верной динамики, либо же умеренной физической нагрузки, да даже обычной работы, то есть, в повседневной жизни, обычный образ жизни. И, соответственно, да, минимальные какие-то изменения в нагрузке могут привести к повышению уровня артериального давления. Но на это есть ряд причин. То есть, почему так происходит? Если мы рассмотрим наиболее частые причины возникновения повышения артериального давления, то следует отметить о том, что есть пациенты, которых относят к группе риска. То есть, те, которые склонны именно к повышенному образованию уровня давления. Под группой риска понимается часть населения, условно объединенная по принципу повышенной вероятности возникновения в ней заболеваний, травм и других нарушений здоровья, которые могут быть обусловлены характером профессиональной деятельности людей, социальными условиями их жизни, а также их поведенческими особенностями. Скажем так, что, в принципе, это может быть связано, во-первых, с наследственными различными. Первый фактор, да. Наследственная тягощенность. Как правило, да, есть наследственность. И если у ваших родителей было повышенное давление, то есть вероятность того, что оно может появиться и у вас. Да. Наследственная тягощенность, как один из основных факторов в развитии гипертонической болезни, также это имеет место быть образ жизни пациента. То есть, гиподинамия, малоподвижный образ жизни. К этому всему добавляется, что избыточная масса тела, также вредные привычки, например, злоупотребление алкоголем, либо курение, что приводит к наиболее... Ну, даже нужно сказать, что у нас есть резерв, куда может сбрасываться часть крови. То есть, это паренхематозные органы, то есть, печень, селезенка, куда может часть крови из кровяного русла пойти. Если эти органы работают более-менее вменяемо, то, в принципе, какая-то часть будет купироваться. Верно. Так называемое явление детоксикации, когда через органы кровитурной системы, селезенка, печень, проходит, верно, естественно, большая часть крови, и большая часть токсинов, соответственно, остается там. Детоксикация – это физиологическое или лекарственное удаление токсических веществ из живого организма, в том числе из организма человека. Это факт. Ну и также почки. Естественно, фильтрационный аппарат тоже вовлечен в данный процесс. Но там же не только фильтрационный аппарат, а там есть еще надпочечники, которые... Германальная продукция. Да, да. Верно. Соответственно, также имеет место быть повышение уровня сахара. То есть пациенты с сахарным диабетом. Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Либо с нарушением толерантности глюкозы. Соответственно, имеет место быть как фактор, осложняющий течение развития гипертонической болезни. В данном случае различают гипертоническую болезнь, классифицируют по стадиям, в зависимости от того, какой уровень артериального давления. И, соответственно, следует отметить то, что существует поражение по органам-мишеням. То есть это уже, когда мы говорим об осложнениях, когда длительное течение данного заболевания. И, соответственно, нарушается система. Первое – это сердечная деятельность. Такие явления, как нарушение в самых желудочках сердца. То есть, исходя из этого, нарушается ритм. То есть, как правило, гипертрофия желудка. Да, именно так. Гипертрофия желудка. Да, левого, как правило. Гипертрофия желудочков – это утолщение стенок желудочка, нижней камеры сердца. Хотя гипертрофия левого желудочка встречается чаще, также может наблюдаться гипертрофия правого желудочка, а также одновременная гипертрофия обоих желудочков. Также это, соответственно, почки и надпочечники, которые ответственны за работу, деятельности. Ну и также головной мозг, все-таки основной. Ну, нужно сказать, что там есть регулятор, центр, который все-таки поддерживает давление в определенном объеме. Верно, да. И, соответственно, пагубное воздействие на фоне длительного, скажем, плохого течения данного заболевания грозится тем, что возникает такое грозное осложнение, как гипертонический криз. Гипертонический криз – это состояние, при котором происходит резкое выраженное повышенное артериальное давление до цифр равных 180 на 120 мм ртутного столба или больше. Гипертонический криз сопровождается ухудшением состояния и при отсутствии лечения может привести к тяжелым последствиям. Криз – самое распространенное осложнение, возникающее у больных при артериальной гипертензии. То есть критическое значение цифр артериального давления, которое пагубно действует первое. Ну, вот какие… Давайте мы просто людей поставим. Вот это вот норма, а это уже не норма. Значит, клинически цифрами повышенного артериального давления считается более 130 мм ртутного столба. Уже показания… Это верхнее диастолическое давление. Да. Нижнее, как правило, соответствует выше 90 мм ртутного столба. Исходя из этого, клинически можно заподозрить гипертоническую болезнь, которая требует дальнейшего уточнения, и уже определиться, то есть насколько вовлечены органы мишени в данный процесс. И, соответственно, принять меры по предупреждению осложнений, ну и назначения терапии. Ну, вот какие осложнения, как правило, бывают? Ну, скажем так, если у вас 130, то, естественно, скажем так, это не будет так выражено, и осложнений ждать в этот период, ну, маловероятно. А какие бывают вот эти самые, ну, уровни давления, которые нужно уже, в принципе, купировать и работать со специалистом? В первую очередь, исходя из состояния пациентов. То есть, когда пациенты отмечают слабость, утомляемость, частые головные боли, то есть есть симптоматика. Если есть симптоматика, значит, что надо вести динамическое наблюдение. Как правило, это дневник артериального давления. Первое, что надо, это утро и вечер записывать цифры своего артериального давления и уровень пульса. Вот мы снимаем, скажем так, любой человек садится и измеряет давление. Есть ли какие-то вот, что нужно сказать, когда нужно измерять? Вот вы сели, вы же не сразу будете измерять давление. А для этого нужно какое время, чтобы адаптировался организм? Верно. Не следует сразу прибегать к таким моментам, когда человек шел, то есть, соответственно, физическая активность, резко, к примеру, сел и начал мерить давление. Нет, это неправильно. Параллельно с этим не рекомендуется мерить после курения. То есть, сразу давление мерить не стоит. После курения, после еды, сразу же там, ну, то есть… Потому что погрешность. Все-таки будет погрешность, и даже прием пищи все равно имеет место быть для того, что цифры могут все-таки быть некорректными, да. И если мы замерим в состоянии покоя, а это все-таки регуляция, да, посредством центральной, вегетативной нервной системы, то мы получим более приближенные значения к тем цифрам, которые соответствуют действительности. Ну, то есть, минимум 2-3 минуты нужно посидеть, и потом только измерять давление для того, чтобы получить более-менее корректные результаты. Верно. Авторы литературы даже рекомендуют около 5-7 минут, чтобы пациент приложил, значит, в одном положении пребывал, да, в спокойном состоянии. Тем самым, что, верно, кровь, когда мы были в положении стоя, пока мы ходили, она находилась в одном состоянии, да, исходя из того, что, скажем, распределение, площадь распределения крови. И в тот момент, когда мы резко сели, соответственно, да. Ну, то есть, это же, скажем, статика. То есть, если вы будете лежать и резко встанете, то вы можете, в принципе, и потерять сознание. Из-за того, что кровь отольет от головного мозга. Ну, то есть, такие вот элементарные вещи для того, чтобы правильно измерить давление, необходимы. Какими грозными осложнениями гипертония может быть опасна для людей? В первую очередь, это нарушение регуляции сердечно-сосудистой деятельности. Это аритмия. Сердечная аритмия – это состояние, характеризующееся нарушением ритма сердца, процесса формирования импульса и его проведения. Некоторые аритмии в определенном возрасте считаются вариантом нормы, однако большинство все же являются признаком той или иной патологии, поэтому требуют пристального контроля и лечения. Нарушение ритма сердца. Отсюда, соответственно, вытекающие последствия на сосуды головного мозга. То есть, это так называемые ишемические атаки. То есть, если мы рассмотрим механизм действия, да, самой гипертонической болезни, то, например, психоэмоциональный фактор, как основа, да, нервная регуляция. Человек понервничал, перенес какой-то стресс, вовлекается вегетативная нервная система. То есть, нужно сказать, картикальные будут расстройства, выделение адреналина, и это все приведет к спазму сосудов и, естественно, повысится давление. Спазм, стеноз сосудов, исходя из этого, может привести к дальнейшей ишемизации. Ишемическая болезнь сердца – патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий. Ишемизация для того, чтобы мы скажем, что это будет, туда будет меньше поступать крови, в этот участок. Да, и, соответственно, организм вследствие ишемизации может испытать гипоксию, недостаток кислорода. А это, соответственно, стресс-фактор для организма. И отсюда может включиться резервная, скажем, возможность организма для защиты, чтобы предотвратить дальнейшее развитие. Например, как кратковременная потеря сознания. То есть такое может быть на фоне именно, допустим, гипотонического... Ну, а скажите, такие вот осложнения грозные, как инфаркты, инсульты. Инфаркт – это некроз ткани из-за нарушения локального кровообращения в органе – ишемии. Инфаркт может возникнуть в почках, головном мозге, селезенке, легких, кишечнике и других органах. Инсульт или мозговой удар представляет собой группу заболеваний, обусловленных острой сосудистой патологией мозга, характеризующихся внезапным исчезновением или нарушением мозговых функций, длящихся более 24 часов или приводящих к смерти. Это же все-таки тоже одно из проявлений уже заболевания. Да, основа, пожалуй, всех основ среди осложнений – это коварство гипертонической болезни в том, что оно может протекать вялотекущей либо бессимптомной форме, но при этом у пациента могут быть высокие цифры отравления давления. И в тот момент, когда он себя отмечает очень плохо, цифры могут быть критичными, именно эти моменты характеризуются тем, что внезапно может возникнуть такие грозные осложнения, как инсульт либо инфаркт головного мозга. Но, скажем так, что эти осложнения не являются одними из самых, которые могут привести к достаточно неприятным последствиям для организма. Да, необратимым последствиям, соответственно. Что профилактически нужно применять для того, чтобы чувствовать себя более-менее при данном заболевании? Значит, первая, основная причина среди взрослого населения, да, нашей страны, это употребление поваренной соли. То есть, когда мы берем даже обычные полуфабрикаты, частая причина – это любители досаливать пищу. То есть, соль. Необходимо ограничить прием поваренной соли. Элементарно не досаливать пищу, тем более магазинную. Второй момент – стараться ограничить потребление белка. То есть, должно быть в норме соотношение белков, жиров, углеводов. Также отдать предпочтение… Ну, норме – это значит 60-80 грамм приблизительно обычного человека. Да, для обычного. …конституции нормальной. Также прибегнуть к использованию растительной пищи. Здесь имеется в виду, что это, соответственно, овощи, которые богаты клетчаткой и, соответственно, рядами групп витаминов, которые участвуют для помощи в сосудах. То есть, укрепляют стенки сосудов. Тем самым повышают устойчивость при возникновении стресс-факторов на сосуды кровотворной системы. Также рекомендуется употребление витаминов. Можно обычно использовать даже в сезон. В принципе, когда мы говорим, помимо гипертонии, особенно у коморбидных пациентов, у которых есть, к примеру, ряд хронических заболеваний. Коморбидный пациент – это пациент с несколькими хроническими заболеваниями, нуждающийся в многопрофильном подходе в лечении. То есть, здесь первое, на что учитывать – корректировка лечения хронических заболеваний, дабы не усугублять, в том числе, гипертоническую болезнь. Ну и второй момент – это коррекция образа жизни. Все-таки, если есть ожирение либо вредные привычки, стараться их сократить на минимум. Борьба с гиподинамией, соответственно. Ограничить прием алкоголя, потому что, как одна из причин, да, форм, которые ведут к озакочислению данного заболевания, это проблема употребления спиртного. Ну и, соответственно, дать предпочтение таким физическим явлениям, как плавание. Плавание – элементарно ходьба, скандинавская ходьба, для того, чтобы постоянно у нас циркулировала кровь в более улучшенном режиме. И хотя бы минимальный норматив по ходьбе мы выполняли. Ну, то есть, 5-7 километров хотя бы пешком в день. Ну, то есть, в принципе, нужно, скажем так, нормально жить. Давайте прервемся. Сейчас у нас будет вопрос телезрителей. Уважаемые врачи, скажите, пожалуйста, как и какие виды лекарств правильно принимать от давления? Ну, по существу вашего вопроса, я думаю, ответит специалист. А я со своей стороны хочу вам сказать, что, в принципе, эти лекарства, которые применяются для понижения давления, они не действуют моментально. У них есть определенный период, который должен пройти для того, чтобы произошла… Мы получили определенный результат. Ну, более развернуто вам специалисты ответят на этот вопрос. Да, пожалуй, наиболее важная причина, важная проблема среди всех вопросов от пациентов, насколько быстрым будет эффект на фоне приема того или иного лекарственного препарата после подбора антигипертензивной терапии, то есть направленной против высокого давления. Здесь следует отметить то, что необходимо предупреждать о пациентах, как мы сказали, о том, что эффект того или иного препарата в организме является накопительным. То есть что это значит? Одно дело, когда он принимает препараты по типу того же самого капотена либо нефидепина, то есть из разряда скорой помощи, и получает эффект должным образом. Другой момент, когда ему подбирается терапия на постоянной, ключевое слово, основе, и здесь рекомендовано, соответственно, предупредить о том, что при приеме лекарственного препарата в указанные часы, в определенной дозировке, необходимо на протяжении месяца вести дневник артериального давления. То есть за счет того, что пока мы принимаем этот препарат, он у нас в организме кумулируется, накапляется. То есть накапливается определенная концентрация. Да. Тем самым биологические вещества в лекарственном препарате, которые содержатся, оказывают свое воздействие. И исходя из того, что любая биологическая ступсанция имеет свой период жизни, то есть в один момент эта молекула, активное вещество, лекарство, она циркулирует, и у нее есть время жизни. Тем самым, если оно действует с утра до вечера, и мы принимаем ее длительно, она не успевается полностью у нас выводиться из организма. И так как она не успевает полностью вывести, на фоне регулярного приема мы восполняем резерв данного препарата, данной биологической субстанции. И тем самым продлеваем жизнь препарата внутри организма. Исходя из этого, когда пациент слушается врача и ведет рекомендации, которые были даны специалистам, то по цифрам артериального давления, как показывает практика, мы получаем должный результат. Спасибо. Давайте поблагодарим нашего гостя и будем прощаться. На этом программа «Доктор Плюс» прощается с вами. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Доктор Плюс